Здравствуйте, уважаемые друзья! Одним из популярных вопросов жителей нашей страны является вопросом, каким прогнозом погоды верить. Ну, конечно, некоторые сейчас вам скажут, некоторые говорят, наверное, что никаким, что, например, те же самые ласточки, там, ужи или чайки прогнозируют погоду много лучше, чем синоптики. Но хочу вас заверить, что это совсем не так. И сейчас поясню, ну а потом вы сами сделаете итоги, выводы, верить каким прогнозам, а каким и не верить. Ну, давайте сначала начнем с такого общего определения, что такое прогноз погоды. Прогноз погоды — это научно обоснованное предположение о развитии атмосферных процессов. То есть уже изначально в условии прогноз существует какой-то процент ошибки, который с определенным временем постоянно увеличивается. Какие все-таки же бывают прогнозы? Ну, на первом месте стоит сверхсрочная прогноза погоды, которая выпускается на ближайшие несколько часов, которые рассчитываются с помощью гидродинамических моделей, спутниковой информации и с помощью метеорологических радиолокаторов. Ну, вы это видите всегда и слышите. Это в основном как бы выпускается штормовое предупреждение, что в ближайшие несколько часов ожидается, например, грозы, ливни, шквалы и там усиление ветра или даже град. Или, например, резкое изменение погоды, что температура воздуха ожидается там выше на 10 градусов или ниже. Второе – это прогнозы погоды краткосрочные, это до трех дней. И также среднесрочные прогнозы погоды – это до 10-14 дней. Такие прогнозы рассчитываются с помощью гидродинамических моделей и океана. Сюда как бы уже забиваются определенные такие формулы и рассчитываются, какая ожидается у нас погода в ближайшее время. Но это типовые такие вот прогнозы, которые вы слышите по телевизору, по радио, что ожидается облачность с прояснением погоды. Местами прогнозируются или в отдельных районах кратковременные осадки, ветер и какая ожидается температура воздуха. Ну и далее уже этим следуют уже так называемые долгосрочные прогнозы погоды. Прогнозы погоды на месяц и на сезон. Каждый прогноз погоды имеет свою как бы вот оправдываемость. Например, прогнозы погоды на сутки оправдываются это в целом на 93-95%. То есть из 195 прогнозов оправдываются. И я считаю, что это довольно-таки очень хороший и даже можно сказать отличный такой вот результат. Чем на более длительный срок прогноз, то этот процент как бы он постоянно как бы вот уменьшается. И уже прогноз погоды на трое суток оправдывается в среднем на 90-92%. И прогноз погоды на неделю здесь уже он оправдывается где-то в среднем на 85-87%. Опсимальным прогнозом погоды во всем мире считается это прогноз погоды вот как раз вот на 7-10 дней, когда буквально можно по дням в отдельные дни и по часам расписать какая нас ожидает погода. Ну а такие вот прогнозы погоды как на месяц и на сезон здесь уже дается уже в вероятностном характере. То есть как бы то есть ожидается выше нормы как раз вот или ниже нормы. То есть можно здесь уже предположить, что в какой период ожидается, например, похолодание такое существенное или наоборот как бы вот более жаркая погода. Но, к сожалению, оправдываемость таких прогнозов погоды как на месяц и на сезон где-то в среднем оправдывается всего лишь на 60-65%. Но для принятия решения, как я уже многим и говорю, в принципе, достаточно и прогноза погоды как вот на сутки, на трое или на неделю. То есть здесь вы можете, в принципе, уже спланировать какие-то мероприятия, выезд, например, там за город или какие-то провести культурные мероприятия на свежем воздухе или спланировать каких-то закрытых помещениям. И то, если говорить про прогнозы погоды на неделю, они тоже постоянно корректируются. Почему? Потому что, смотрите, вот эти вот особенно вот южные циклоны, их можно обнаружить только вот как раз за три-четыре дня. Поэтому, как будто эти вот прогнозы ежедневно, они и корректируются. И многие спрашивают, почему все-таки стопроцентного прогноза никогда не будет. Но могу сказать, в первую очередь, конечно, уровень прогнозов погоды находится на том уровне, на котором находится наука. И, к сожалению, здесь как бы синоптик не старался. Конечно, стопроцентного прогноза никогда не будет. Ну, второе, одно из самых таких главных, это пока несовершенствование вот этих вот численных, моделей прогнозов погоды. Также не хватает, как бы, вот наблюдений. Если на суше их достаточно много, то, к сожалению, в морях и океанах их достаточно довольно-таки очень мало. Ну и, конечно, так как идет взаимодействие атмосферы и океана, если атмосферу как-то изучается, она хорошо, в принципе, в последние годы изучается и уже изучена, то, к сожалению, вот именно вот океан, это, к сожалению, он недовольно-таки очень хорошо изучен. И мы много-многого про него не знаем. Ну, то, что касается, конечно, всех интересует, какая погода ожидает нас в ближайшее время. Можно сказать так, что вот это вот потепление, ослабление морозов, которое было у нас вот как раз вот в прошлые выходные дни и в начале недели. Морозы у нас уходят. Власть над погодой берет очень обширный и мощный циклон с центром над Скандинавией. И мы будем как раз находиться на его южной периферии. И на нашу территорию будут поступать более теплые, но, к сожалению, довольно-таки влажные воздушные массы. Морозы ослабеют, придет потепление, но потепление придет с порывистым ветром, с дождями. И довольно-таки ненастно и с сырой погодой. Поэтому погода, можно сказать, будет довольно-таки дискомфортной. В пятницу ночью на большей части территории, а днем по северо-западной половине ожидается коротковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Но преобладает температура воздуха днем от нуля до плюс шести и по юго-востоку до плюс восьмидесяти градусов. В субботу и воскресенье характер погоды у нас также не изменится. Поэтому также в большинстве районов ожидается довольно-таки вот сырая и ветреная погода, особенно воскресенье. Поэтому в отдельных районах ожидается коротковременные осадки в основе дождя. Также будут сгущаться в ночные и утренние часы туманы, в дневные часы будет отмечаться дымка. Поэтому здесь вот особенно владельцам транспорта быть предельно осторожными. Но преобладает температура воздуха в дневные часы в ближайшие выходные дни будет плюс два, плюс восемь. А по юго-западу, в основном это по Брестской области, до плюс десяти градусов. Но, к сожалению, в воскресенье в отдельных районах ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Поэтому здесь уже вам принимать решение, куда и куда поехать, куда может быть сходить в кино, в театр или навести своих родных. В начале следующей недели также сохранится такая вот теплая, но по-прежнему довольно-таки сырая и ветреная погода. И предварительно где-то к середине недели здесь с территории России на нашу территорию сместится такой очень мощный циклон. Ночные и утренние часы будут слегка подмораживать. Я не говорю про какие-то сильные морозы, будет просто слабо отрицательная температура воздуха. Но здесь все-таки уже погода будет не такой сырой. И будет периодически даже проглядывать солнышко, которое будет радовать нас не теплом, но все-таки таким сиянием. Есть довольно-таки очень интересный факт, когда, помните, в начале ноября в нашей стране прошли такие снегопады, и уже многие налепили снеговиков. Но все-таки кто-то задавался таким вопросом, откуда все-таки пошли снеговики. Есть довольно-таки очень такой интересный, такой исторический факт. Например, первое упоминание о снежной фигуре, о снежном человеке было написано в летописи в 1493 году. И эту снежную скульптуру построил художник, архитектор Микеланджело. И в дальнейшем этот снежный человек начали лепить уже и в других странах это пошло за традицию. Хотел бы отметить, что во многих странах первые снеговики были довольно-таки злые. Почему? Потому что это было как раз связано с тем, что как раз там были суровые зимы, ветра в юге. И именно там считалось, что в некоторых странах, в странах Скандинавии, что именно вот этот снежный человек, как раз он приносил такие вот ненаси. Поэтому они всегда его лепили больно таким вот злым. И, кстати, в некоторых скандинавских странах есть такие традиции, что ни в коем случае нельзя смотреть как раз на снежного человека вечером, глядя из-за шторы. Как бы предполагалось так, что когда ты идешь, например, вечером, да, то необходимо как бы его обходить стороной. Ну и в полнолуние, когда вылазят эти вот водолаки, ведьмы различные, вот вампиры, то есть как бы как раз вот эти вот злые снеговики тоже могли принести какое-то вот это вот несчастье. Поэтому их все время обходили стороной. Ну а у нас все было совершенно по-другому. У нас как бы сразу снеговик был довольно-таки веселым, как бы и это было связано с тем, что вот как раз вот славяне, они когда лепили снеговика, они говорили о том, что как бы это дух зимы. Вот, и говорили о том, что как раз приходили к нему молиться, вдавали даже какие-то пожертвования, приносили, что именно он приносит, как бы оберегает их от этих вот погодных ненастьях в зимнее время. И потом, как бы уже в дальнейшем, здесь уже у снеговика появилась уже как бы и морковка, и ведро на голове. И, кстати, вот хотел бы заметить, что в переводе с английского, да, он переводится как везомен, да, то есть снежный человек. У них нету как таковой снежной бабы, у них есть просто снеговик. А у нас есть снежная баба, у нас есть и снеговик сам, у нас есть как бы и снегурочка, и наш снеговик, и снежная баба всегда-таки довольно-таки веселые и радостные. Даже вспомним те наши вот советские мультики, помните, снеговик, почтовик, вот, или про новогодние какие-то праздники, мультики были советские. То есть как бы там всегда как бы снеговик ассоциировался как такой добрый, веселый и помощник Деда Мороза. Ну, а вспомните даже те вот советские новогодние картинки, открытки, вот я их до сих пор помню, и как раз вот они были довольно-таки веселые и жизнерадостные. Вот как раз вот на этой радостной ноте хотел бы всем пожелать здоровья, не ходить, что такая вот сырая и ветреная погода, удачи и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!